Минувшая теленеделя Получилась унылой По всем каналам Много серии Повторы сериалов И привычная попса У Малахова Мама кверху ногами Подвешивала ребенка И колола его ножом Со студия Пыталась выяснить Почему мама так поступила В общем и целом Ничего сверхъестественного Обычная такая неделя Изменится ли что-то принципиально На следующей неделе Не знаю В одном убежден точно Ни один канал не вспомнит А если вспомнит Никогда не заговорит О том Что случилось 17 октября 1985 года Ровно 30 лет назад В этот день На советской экране Вышел фильм Который по современным Оценкам британцев Занимает 30 место В списке лучших фильмов Всех времен Американские киноведы Более категоричны По сравнению с этим фильмом Апокалипсис сегодня Коппола легковесен А Стивен Спилберг Сняв свою военную драму Спасти рядового Райана Признался Что хотел сделать не хуже Но у него не получилось Что за фильм Спросите вы А вы его не видели По телевизору А если видели То не на федеральных каналах И не в прайм тайм Почему? Говорят материал Тяжелый для восприятия Хотя сам режиссер считал Что фильм получился сдержанный Там можно было Такого наворотить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Нет, я... О чем вообще это дело? О горе. О горе людей, которые пережили. Даже не данную историю, а вообще пережили войну. Это, я считаю, что удачная попытка режиссера показать то людям, что они никак не ожидали увидеть. Увидеть правду, насколько это возможно было на тот период. И она даже страшна не какими-то, видимо, картинами, которые режиссер давал зрителю увидеть, а внутренними переживаниями самих зрителей. Поэтому неспроста стояли бригады скорых помощи. И для меня это как-то, с одной стороны, и дико смотрелось. И абсолютно я знал, что висит плакат «Иди и смотри», «Кинотеатр. Мечта», например. Или на любой другой кинотеатр. Я помню, что если фильм идет «Иди и смотри», всегда стоит скорая помощь бригады. Несколько машин скорой помощи. И это говорит о чем? Это говорит о том, что... Я знаю не только старым было плохо, пожилым было и молодым плохо. Я встречал людей, которые жаловались мне на то, что все заканчивалось стрессом и увозили в больницу. Я встречал людей, которые мне рассказывали во время фильма, во время съемок «Иди и смотри», рассказывали, как все было по-настоящему. Потому что мы снимали в Беларуси. Таких хатыней было огромное количество. И, знаешь, я в некоторые рассказы даже не всегда мог поверить, если бы я не видел ту хронику, которую я смотрел четыре часа подряд. Причем мне было сказано, что... Я был один в зале. Маленький зальчик с эту комнату размер. Большой экран. Хроника. Концлагерей. Пытки. Не просто пытки. Там почти не было диктора. Никто ничего не говорил. Просто в видеоряд шел. Мне сказано было, что если ты захочешь, ты можешь выйти. Никто ничего плохого о тебе не подумает. Я досмотрел все до конца. Я большую часть того материала, который я видел тогда, не видел до сих пор. С учетом нашей, так скажем, всераскрытости и все можно прогуглить. Нет. Я не видел такого. А почему не показывают? Откуда я знаю? Ну, а почему говорили про «Иди и смотри»? Зачем вы сняли такое страшное кино? Кому это нужно? А почему его сегодня не показывают? «Иди и смотри»? Да? Ну, показывают. Слушай, а отношение к войне меняется, к Великой Отечественной? Как ты сам чувствуешь? Помнишь, было время, когда про ветеранов вообще забыли? Кто такие ветераны? Какие ордена? Ордена в любую страну. Приезжаешь и на барахолке можно было найти продающиеся ордена за отвагу. Звезды. И я помню, 9 мая как-то были такие сложные времена для страны. Сейчас идет такая попытка включить какую-то, может быть, подсознательную память у людей о том, что была война. Посмотри, на каждой второй машине написано «Спасибо, деда, за победу». Я надеюсь, что это от чистого сердца, а не просто какой-то фетиш. Ну, мне-то всегда казалось, что национальной идеей России, может быть, например, простейшая констатация, пока не похоронен последний солдат, война не закончилась. У нас столько дедов лежит еще в земле сырой. Ты имеешь в виду неизвестных? Да, я имею в виду тех, которые, собственно, еще там. Можно сколько угодно долго вешать «Спасибо, деду, за победу» на машину. Но по мне лучше захоронить всех, кто погиб. Знаешь, у меня есть друзья, которые занимаются таким исследованием, раскопками. Они находят, производят захоронения. Остается только уповать, что пока есть такие люди, как мои друзья. Чем мне национальная идея? Она способна объединить всех. И молодняк, он, и детишек. Поверь, целые отряды, огромное количество людей этим занимаются. За что спасибо им больше. Но они на общественных началах занимаются? Они на собственных жилах этим занимаются. Хорошо. Американцы в свое время сделали совершенно потрясающее признание. Может быть, даже оправдав то, что у нас происходило в постсоюзном кинематографе. Они сказали, что Элем Климов своим фильмом сокрыл тему войны в российском кино практически на 15 лет. Закрыл? Закрыл. То есть, не снимали фильмы про войну после Климова, только потому, что после Климова сказать-то вроде было нечего. Как тебе кажется? Это так? Таких ударных фильмов ты имеешь? Ну, я не могу сказать ударных. Просто фильмы про войну. Я вот в 90-е годы не помню фильмы про войну. Это правда. В 90-е годы вообще кино почти не снимало. А если были, были какие-то жуткие поделки совершенно такие, низкопробные? Ну да, согласен. Но в 90-е годы понятие кино вообще исчезло. То есть, это никак не связано с Климовым? С Климовым… С Климовым это, знаешь, как связано? Очень сложно. Знаешь, меня когда спрашивают, как с тобой работал, Олег Германович? Вот он кричал. Он, не знаю, кидал в тебя, бил тебя. Что он делал? Я говорю, нет. Как? Я говорю, ну так вот. Он подходил ко мне со своим цепким колючим взглядом, очень близко. Вот он смотрел на меня и потом произносил речь, которая… Ну, не речь, а одно предложение, которое меня приводило… Сейчас объясню. Вот он просто смотрел на меня и говорил, мне нужно так. Это как-то спокойно звучало, но очень энергоемко. И уходил. И вот пока он идет до камеры, вот это мне нужно так, как так. И во мне это, видимо, знаешь, как атомная реакция. Он мне давал какую-то энергию своим взглядом. Звучала команда «Мотор». Я выполнял то, что мне нужно. И с таким режиссером на тот период достаточно, ну, революционное, не знаю, как правильно сказать, но более правдивое кино о войне. Не там, где герои под флагом и «Ура!». Нет. Там, где через боль, через слезы, через ужас тихий, когда у человека на фоне стресса меняется цвет глаз, сидеют волосы. Когда ухо зрителя слышит, это он сказал, выходи, без детей можно, кто без детей, выходи. Своих детей там люди. И когда люди закрывали уши просто, когда слышали речь одного из персонажей, который говорил, что я там своих детей оставил. У меня почему-то ощущение, что калька современного кино про войну – это обязательно кровавый особист, который над всем этим веет. Это пойди туда, не зная куда, соверши подвиг во имя, не пойми чего, и размышлизма, правильно ты поступил или неправильно ты поступил. Хотя, в принципе, мы все прекрасно знаем, что на войне, ну, скажем так, далека она от рассуждений. Это тоже вопрос желания? Или вопрос упрощения подачи кино? Или просто тема такая, которая, ну, не знаю, молодежь смотрит, там, бахнула, здорово, а сущность-то и не важна. Нельзя снять кино о войне, думая, как он пойдет в кинотеатре, сколько продастся попкорна и сколько будет съедено на час, понимаешь? Ну, нельзя. Видимо, не время пока производить такие фильмы о войне, от которых будет стоять бригада машин скорой помощи. Видимо, не время. Желание? Конечно, тут и желание есть. Поверь, режиссеры есть, кто так могут снять. Так, чтобы... Другой вопрос. Для чего это снимать? Для кого? И что снимать конкретно? Сценарий? Я тебе открою страшную тайну по поводу «Иди и смотри». Я тут недавно общался с одним товарищем с федерального канала. Он мне сказал очень простую вещь. А ты знаешь, что фильм «Иди и смотри» – это фильм политический? Мы его сейчас показать не можем. И на мой вполне искренний вопрос, в чем же политика? Он сказал, ты помнишь, что говорит тот эсэсовец? Я говорю, а что говорит тот эсэсовец? Он говорит, у вас не должно быть. Я говорю, да. Я очень хорошо помню эту сцену. А следующую фразу помнишь? Я говорю, что была следующая фраза? Он говорит, низшие расы плодят заразу коммунизма. Я говорю, что и только поэтому я этот фильм не показываю? Он говорит, ну, в том числе и поэтому. Это нормально? Ты знаешь, любую… Я как-то стараюсь не лезть в политику, но так или иначе время. И мое месторождение заставляет. То есть я не могу быть вне. Меня так или иначе затягивает. Понимаешь, любые слова можно перестроить. Даже Библию можно перестроить. Я уж не говорю про Коран, можно перевернуть и сделать во благо чему-то, ну, так скажем, несветлому. Поэтому, конечно, это ненормально для меня. Знаешь, для меня ненормально, когда идёт, иди и смотри по каналу, а после этого идёт эротическое кино. Нормальное эротическое кино. Но я смотрю и думаю, привет, ребята. На этом всё и закончено. Поэтому ты меня сподвиг, чтобы это сказать, но такое было. Я не буду говорить, где? У нас. Федеральный канал. И для меня это было просто... Это не какие-то девяностые были, нет. Это где-то год 2005. Нормально, смело. Титры обрезали от иди и смотри в конце. И тут же пошло. И я как-то задержался у телевизора в своих мыслях. И у меня картина маслом в экране. Ну вот как ты мне это объяснишь? Почему так? Нафиг тогда показывать, иди и смотри. Да не показывать, да забудьте вы про него, господи. Программирование? Натупизм? Режиссёр фильма «Иди и смотри» Ильям Климов как-то сказал. Тот, кто забывает своё прошлое, обречён пережить его снова. Мы старательно забываем, сами того не ведая, с каждым днём. Те, кто не видел этого фильма, обязательно посмотрите. Вам будет сложно, вам будет больно, вам будет страшно. Но вас никогда больше не посетят мысли с кем, за что и почему мы воевали и победили в той самой Великой Отечественной войне. На этом всё. Это был телесоскоп Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся.